Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Позвольте мне тоже в свою очередь приветствовать, благодарить за интерес, проявленный к нашим программам. Тем более, что сегодня такой удивительно тёплый день. Вообще, древ работать, потому что ещё куда-то ехать в вечер, когда можно погулять по центру города и сидеть в аудитории, что-то узнавать про программы. Моё представление почти пудр. Спасибо вам большое. И я попробую ответить на вопросы, которые, как показывает наш опыт, прежде всего интересуют тех, кто ищет для себя какие-то программы обучения, именно для взрослых людей. Обычно интересуют вопросы, чему учат, как учат, кто учит, ну и с кем, в конце концов, придётся учиться. Вот по этим позициям я и постараюсь прежде всего пройти. Итак, структура программы. Я, разумеется, не собираюсь перечислять в 7 дни, на которые входит учебный план. Всего лишь постоянно обновляется, не знаю, что там, какие-то дополнительные изменения. У вас есть продажный материал, достаточно подробная информация. Я остановлюсь просто на логике, на идеологии, вот эти, вот этого самого учебного плана. Прежде всего, это блок базовых дисциплин. Поскольку все, кто приходят к нам на программы, это люди с самым разным, все слышим названиями, с очень разным. Техническим, экономическим, юридическим, гуманитарным, где-то угодно. Прежде чем мы будем погружаться в более специфические какие-то вещи, функциональные направления менеджмента, необходимо создать уставную площадку, минимум политических знаний, облагающих знаний, которые потом помогут усваивать все оставшиеся дисциплины. Поэтому вот этот блок базовых дисциплин, управленческая экономика, бухгалтерские финансовые, финансово-управленческие учеты, в отношении права и среда бизнеса, то есть вот такая общая картинка. Дальше мы уже погружаемся в более специфические вещи, практические инструменты управления, специальные дисциплины. То есть здесь уже блоки связаны с функциональным направлением менеджмента, потому что очень часто встречаемые пожелания от наших абитуриентов, я хочу представить компанию в целом. Я не вижу в целом, я очень хорошо знаю свое предъявление. Мне иногда маркетологу трудно разговаривать с финансистами. Финансист трудно разговаривать с HR. Я хочу понять, как они вообще быть, как они работают, как все это вообще целиком связано. Поэтому, естественно, финансовое менеджмент управления, человеческими ресурсами, организационное поведение, все это изучают все, кто приходит к нам на программу. Безусловно, блок дисциплин связан с навыками, которые необходимы любому управленцу. 90% работы управленца – это контакты. Контакты с клиентами, контакты с начальством, контакты с подчиненными. То есть это контакты, контакты, контакты. Очень часто не хватает коммуникативных навыков. Поэтому презентации, переговоры, конфликты – все это как раз мы относимся к практическим инструментам управления. Дисциплина специализации. Здесь уже в зависимости от того, кому что ближе, кому что интереснее, кто что считает для себя болезней, каждый выбирает специализацию. У нас 5 специализаций, чуть подробнее о них расскажу позже. И в зависимости от выбранной специализации, здесь уже люди слушают, ну, поделятся на ответственность. Подгруппы, и каждый идет слушает свой концов, свой комплект дисциплин, связанный с выбранной специализацией. Еще один обязательный элемент нашей программы, который включен в нашу программу, это зарубежный учебный модуль. Когда мы едем, чаще всего это Германия, и в течение недели мы работаем там. Что это предполагает? С нами работают преподаватели школы-партнеры, тренеры. Это все люди, связанные с реальным бизнесом, которые, собственно, нам рассказывают специфику. Естественно, всегда в начале есть, ну, такая обзорная, что ли, занятие, связанное с экономическим положением той страны, к которой, социально-экономическими особенностями той страны, к которой мы приехали. Ну, естественно, что у нас происходит сейчас в Евросоюзе, там, ладно, чего интересного происходит. И этот модуль посвящен вопросам, связанным с выходом российских компаний на зарубежный рынок, с поиском партнеров. В рамках этого модуля у нас предусмотрены визиты в компании, где нам рассказывают, показывают компании, отвечают на наши вопросы. Всегда меня, честно говоря, удивляет открытость ответов, потому что наши всегда задают очень такие конкретные вопросы. Иногда там случается недопонимание, они чего-то не понимают. связанное с нашей психологией. Как не могут договориться? Ну, там, типа, а сверхурочно вы что, оплачиваете? Да? Да? Чем? Ну как? То есть, ну, вот, кросс-культурные особенности здесь тоже мы даем возможность послушать. Почему мы включили этот модуль? Ну, не секрет, что, во-первых, есть интерес к тому, как учат там, и интерес к тому, вы и на занятиях будете разбирать кейсы не только российских компаний, но и зарубежных, естественно, компаний, потому что там накоплено достаточно много. это вообще работает или нет? Ну, и вот едем и смотрим, да, работают. Где-то работает, где-то не работает. Там тоже, на самом деле, все по-разному. Компании там тоже бывают разные. Вот, про это можно бесконечно рассказывать, но когда ты погружаешься в эту среду, то вот почувствовать, и вот в той бытовой среде это всегда более наглядно, более ярко и запоминающееся. Ну, и после того, как все это прослушано, как все зачеты экзамены сданы, а по каждому курсу у нас предусмотрены зачеты и экзамены, защита дипломного проекта. Мы все защищаем в свое время дипломы. Кто-то не один защитил диплом, потому что у кого-то два или три бывают высших образований, поэтому опыта по этой части накоплено достаточно много. Но в отличие от высшего образования, классического высшего образования, дипломный проект на программе MBA – это практикоориентированная работа. То есть по существу задача слушателя – описать проблему, выявить проблему управленческую на своем предприятии, своей организации и предложить решение, такой свой кейс предложить и предложить выход, разработать, отработать, предложить что-то по совершенствованию деятельности предприятия. Очень часто, кстати, сказать, это стартапы, есть примеры запуска стартапов, очень часто кто-то из группы кооперируется и вместе что-то запускает. То есть, к примеру, достаточно много. Но, повторяю, это не такая теоретическая работа, теория в том необходимом объеме, который, собственно, использовался, инструменты, данные, показатели и так далее. Но задача основная – это продемонстрировать, что человек, то, что он узнал на программе, может применить в конкретной, вполне себе ситуации и решить вполне себе конкретную проблему. По специализациям, как я уже говорила, у нас их пять. Управление персоналом, маркетинг, управление продажами, предпринимательство, управление компанией, экономика и финансы и операционный менеджмент. Ну, как видите, практически весь спектр функционала любого предприятия, чем бы вы, там, в клубе, то, что вы не работали, этот спектр специализаций закрывает. И, собственно, вот здесь, как раз, когда мы доходим до специализации, это конец первого года обучения, слушатели идут, мне кажется, слушают свой блок, уже углубленное погружение, вот тот функционал, который он для себя считает наиболее полезным и наиболее интересным. Вот такая структура, на самом деле, программы позволила нам составить два замечательных проекта. У нас вся программа MB, она как кубик раскладывается. И вообще стихневая, действительно, для нас основная программа MB. А вот различные вариации, достроить, не достроить, как тут уже возможно. Если вы внимательно слушали то, что говорил Александр Николаевич, возможно, обратили внимание, что у нас есть и программы профессиональной переподготовки. Их пять. Специализации на программе, напоминаю, тоже ровно пять. Если вспомнить название программы профессиональной переподготовки, сопоставить ее с названием специализаций, то корреляция будет очевидна. HR-директор управления персоналом, коммерческий директор маркетингового управления продажами, финансовый директор экономикой и финансов, предприниматель, предприниматель управления компанией, мастер операционного менеджмента, операционный менеджмент. Вот, собственно, что это такое. И первый год обучения на программе ИМЕИ тождественен соответствующей профессиональной переподготовке, ну, соответствующей специализации. Это дало нам возможность реализовать вот такой проект два в одном. Смысл в том, что человек, если выбирает у себя этот проект, то в первом году, как и все, учится с программой ИМЕИ, заканчивается в специализацию, сдает экзамен и получает диплом по профессиональной переподготовке соответствующей его специализации. Но не останавливается на достигнутом, не имеет возможность не остановиться на достигнутом, а продолжить обучение и на второй год обучение доучиться, получить все то, что положено еще и к ИМЕИ добавить, защитить диплом и получить уже диплом ИМЕИ. И, коллеги, почему мы это, собственно, предлагаем? Ну, на самом деле, очень часто люди тоже сомневаются. Не надо вот действительно два года, сил хватит нам два года, а бросить посередине не хочется, вот что-то начать. Вот это такой альтернативный вариант. И плюс очевидно, что, ну, на какой бы день открытых дверей вы не зашли, на какой бы сайт, какой бы программы вы не зашли, вам все расскажут, что он самолучший. Давай, там самолучшая программа. Ну, понятно, что вы не зашли, но выиграть надо вам. И пощупать и почувствовать это, может, тогда, когда поучишься. Вот здесь есть возможность, собственно, хотя бы через год, даже если вам понравится, хотя бы уйти с дипломом и оставить за собой право вернуться там через три года, в течение трех лет, и доучиться до уже программы MBA. И еще один похожий проект, проект MBA плюс магистратура. Там логика практически такая же, но там сначала идет все, что положено на MBA. Это практически два года. Защищают люди диплом MBA, получают его, но продолжают учиться и доучиваются еще примерно один семестр до программы магистратуры. Совместили просто учебные планы, то есть это параллельное обучение на магистратуре и на MBA. Часть дисциплины по двух программам идет, соответственно, засчитывается в части, в чем мы сразу вынесли всю обязательную магистрскую часть, в конец, поскольку это программа высшего образования, очевидно, что там больше научно-исследовательской составляющей, больше теоретических методологических дисциплин. Вот это все мы отнесли туда, только для тех, кому действительно интересно учиться до программы магистратуры. Опять же, коллеги, у нас вообще в стране программы MBA это не государственный диплом, каждый в УСУ дает диплом установленного образца, вот вы видели, что у нас в Академии синенькие и красненькие, где-то один образец. Диплом магистратуры это диплом о высшем образовании, кому-то интересно получить именно высшее образование, когда люди идут и туда. Коллеги, единственное, о чем предупреждаю сразу, я ни за что не амитирую, я просто объясняю. Если вам интересно или вы сомневаетесь продолжать там до магистратуры или продолжать до MBA, вот заявлять об этом нужно на старте, потому что если вы этого не сделаете, задним числом мы вас уже не зачислим и вот этот проект после того, как я закончила, просто я буду сказать, а я хочу еще научиться, вы ничего здесь делать не сможете. Вот если мы зачислили вас сразу на эту программу, то когда вы через год закончили, вот тогда вы говорите, я иду дальше или не иду, получили свой диплом. То есть на самом деле для вас это не окончание, для вас это возможность перенести точку принятия решения не на сейчас, когда вы в общем не очень понимаете, а до год может ситуация поменяться во всех смыслах. И вам решение с таким образом надо принимать не вот сейчас однозначное, а просто перенести точку окончательного решения на через год или на окончание MBA и вот там уже решить. Я хочу, не хочу, могу, не могу, буду, не буду, если так не доеду, что ну вот я лучше пошел. То есть тут уже единственное, это, коллеги, это юридическая история, вы здесь ничего сделаете не можем. Содержание содержанием, а юридические нормы нормы юридические нормы. По формам обучения. По формам обучения. Очевидно, что для людей взрослых очень важен режим обучения, потому что придется его, очевидно, совмещать с работой, с семьей, с какими-то хобби-увечениями. Времени катастрофически не хватает. И так, а тут еще какая-то учеба. И если это будет мешать всему остальному, очевидно, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому мы предлагаем достаточно много вариантов, в зависимости от того, кому что удобнее, в зависимости от вашего привычного ритма жизни, удаленности от места обучения и так далее. Прежде всего, конечно, вечерняя форма, думаю, многим у вас знакомы еще по первому высшему образованию. Она, кстати, занятия вечерней формы проходят здесь, на Причистинской набережной. Правда, не в этой аудитории, а у нас на четвертом этаже. Мы вас чуть позже пригласим еще и туда. По вечерам, по будням, ну иногда одну субботу, две нам приходится занять в месяц. Мы этим не злоупотребляем, в какой-то месяц субботы может не быть вообще. Но субботы, как правило, связаны просто с тем, что либо это какой-то цельный тренинг, который развивать по вечерам просто неразумно, и лучше его провести одним днем, либо преподавать или нагороднее, и, соответственно, держать его две недели, чтобы он мелкими дозами выдавал информацию, ну не очень разумно, просто сложно говорить. Тогда мы еще занимаем и субботы. Ну или практики. Практики тоже не всегда успевают вечером, они будут кросятся очень часто в субботу. Модульная программа, естественно, прежде всего интересна для тех, кто живет достаточно далеко от Москвы. Это двухнедельные учебные модули, когда на две недели слушатели к нам приезжают из утра до вечера, приходя в сознание, обычно первые три дня улыбаются, уезжают очень задумчиво. Что-то очень шло, действительно, просто учатся, 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 вместе через три приезжают снова. В перерывах это не значит, что они ничего не делают, потому что, на самом деле, в перерывах они все выполняют домашние задания, там, с онлайнами, они проводятся, вебинары, консультации в случае необходимости. То есть, им не дают забыть про нас. Ну, самое популярное у нас на сегодняшний день это уикенд, у нас две версии, у нас вообще на все наши программы, все просто как в армии, два призыва, осенний и весенний. Вот уикенд у нас есть двух версий, в осенний набор, в осенний призыв, это трехдневный учебный модуль, то есть, вот, ближайший октябрьский набор MBA будет стартовать именно в этой версии. Это три дня, пятница, суббота, воскресенье, примерно раз в месяц, иногда два-три месяца длинные, там, в праздниках, там, приходится чуть-чуть займаться. И весна, это двухдневные учебные модули, их, естественно, больше, потому что они короче, там, как правило, один, ну, чаще два раза в месяц. Здесь, с утра до вечера, у нас ребята учатся тоже в межпосессионный период, выполняют какие-то задания, ну, у них просто частота немножко другая. И вот новая форма, в этом году мы открываем, мы, собственно, уже экспериментировали, немножко с этой формой, вот теперь решили открыть по многомасштабному такому варианте, формат blended MBA, где две трети программы проводятся в дистанционном формате, и только треть, примерно, это почные модули по 7-9 дней, ну, недельные, как правило, модули, я зарубежно не считаю, зарубежка, неделя, неделька, да, история? Я имею в виду физическое, вот это здесь. Естественно, в эти модули мы включили, прежде всего, те дисциплины, которые, ну, в первую очередь, наверное, пострадают, если посмотреть в дистанционном формате, это техника ведения переговоров, управления конфликтами, то есть такие вот коммуникативные вещи, которые, конечно, лучше проводить в очном формате. Остальные в дистанционном, для этого у нас специально отсняты судейные курсы, плюс мы будем использовать съемку в режиме 360 градусов, такой эффект присутствия, когда вы специально очки, мы будем дарить нашим слушателям, чтобы они могли крутить головой и слушать преподавателей, и смотреть, что все время происходит в аудитории, в случае необходимости, или во всяком случае следить за преподавателем, если тот перемещается по аудитории, а этот преподаватель достаточно регулярно делает, если он выходит из кадра, из стационарной камеры, то вы будете слышать только голос, ну, чтобы вы могли следить за всеми перемещениями. По формам занятий. У нас, поскольку все группы, прошу прощения, проходят достаточно комбактных групп, вот таких поточных аудиторий, вот как сейчас, это у нас, собственно, день открытых дверей, таких занятий у нас практически нет, вот в величайшем случае, день открытых дверей, или когда к нам приезжает какой-нибудь очень яркий спикер, когда мы приглашаем всех наших слушателей, выпускников, и тогда мы собираем большую аудиторию, вот такой мастер-класс у нас, кстати, запланирован ближайший на 11 октября, к нам приезжает Ника Боленский, там у нас на простепте Вернадского, мы в актовом зале приглашаем всех наших слушателей, специально разогнали все занятия, чтобы все наши ребята могли присутствовать нам. Британский эксперт, известно, в области лидерства, прежде всего, хотя фамилия русская. Да, он там по-аклейски говорит, но мы перевод обеспечиваем. Кстати, у нас наши зарубежные модули, мы тоже обеспечиваем перевод, рабочий язык программы русский, коллеги, поэтому если мы работаем с иностранцами, мы всегда обеспечиваем перевод. Я отвечу на все вопросы несколько позже, с вашим позволением, мы все с вами. Но, поскольку, повторяю, аудитория достаточно компактная, таких классических лекций, потом семинаров, когда расписали, кто на какой вопрос отвечает, такого у нас нет, это могут быть целые тренинги, это могут быть элементы активных форм, кусочек тренинга, обсуждение кейсов, когда группу разделили, потом подготовили презентации. То есть здесь в зависимости от специфика курса, насколько формализованы, тут уже доля этих форм может быть разной. Так, так далее, тут с наших занятий, как раз, не могу удержаться никогда, правда, плохо видно, вот это наш преподаватель Николай Анатольевич партнер, товарищ слева, думаю, вы его узнаете. А это за только наших игроков, нашей аудитории. Кто преподает на программе? Кто преподает на программе? За 30 лет практически работы в бизнес-образовании, мы считаем, что мы собрали уникальную сборную преподавателей, или, наверное, российская сборная. На самом деле, друзья, одна из самых больших проблем для любой бизнес-школы, это именно преподаватели, потому что замечательные преподаватели, которые блестяще прочтут в студенческой аудитории, и которых студенты будут слушать при дыхании, найти можно. Практика, которая очень хорошо знает свое дело, и которая в частной беседе очень много чего интересного расскажет, тоже найти можно. Преподавателя-практика, которая расскажет это в аудитории, вот это такая достаточно сложная задача. Человек, который еще умеет владеть аудиторией, который может систематизировать свой опыт, который может это структурировать, его разложить, то, что кто-то, чем к нам слушатели идут, вот их не так много. Поэтому как невелика Москва, но мы приглашаем преподавателей из других городов, например, Игорь Култунов и Игорь Альчулер к нам из Нижнего Новгорода приезжают. То есть мы активно привлекаем, кстати, наших выпускников, вот Глеб Ибрагимов как раз читает предпринимательство, это наш выпускник, один из тех, кто ставил выступы нынешнего холдинга Диана. То есть как раз идеология этой дисциплины, которую мы читаем с предпринимательской идеей, как это раскрутить вот до холдинга, как с бредовой предпринимательской идеей что-то получить. Потому что начиналось все, в общем, достаточно просто, когда студентам надо было заработать, они решили сделать проще. Вот теперь я думаю, что холдинг Диана. И как раз человек, который все делал, собственно, сам об этом и рассказывает. Я не буду, опять же, перечитать всех, кто на слайдах. Коллеги, у вас достаточно подробная информация в раздачных материалах есть. И мы активно действительно при нем привлекаем практиков, которые работают в инвесе. Но вот как мы тут недавно посидели, вдруг залезли уже сейчас не только такая российская сборная, а международная уже сборная. Мы говорили о том, что у нас, во-первых, есть наши программы с Берегинцами и Береноблем. Ну, прежде всего, с Берегинцами нас связывают, достаточно длительные связи об искаике 11. Тоже мы уже с вами говорили. И вот, так сказать, преподаватели, которые выступают у нас, и которые, вот как раз, кстати, не Хабалинский, который у нас буквально 11 числа, вот те, кого мы тоже активно привлекаем для работы с нашими слушателями. Ну, а теперь вы и слушатели программы. С кем придется учиться? Для программ для взрослых на самом деле это едва ли не решающий вопрос, оказывается. Потому что, сколько бы не были блестящие преподаватели, но когда вам придется коммуницировать в аудитории, когда вам придется делать какие-то проекты, обсуждать какие-то кейсы, решать какие-то задачи, очень важно, с кем на таком уровне будете разговаривать. То есть, аудитория, и очень многие идут за опытом. Я хочу, то, что пишут эссе, то, что пишут в архетах, я хочу поделиться опытом, я хочу узнать опыт моих коллег из других сфер бизнеса. Я хочу убедиться, что я делаю не просто, вот мне везет по интуиции, я хочу посмотреть, а может, я что-то делаю, а может, я делаю как-то иначе. То есть, вот за этим самым опытом идет, ну, прежде всего, мальчики, девочки, там, господа, как угодно. Ну, вы сейчас вообще по аудитории подносите, выбрать цены, не видите, а я очень хорошо вижу, что вы, в общем, статистика подтверждаете. По аудитории доля женщин ни разу не была больше, максимум 50-50. По последним, кстати, наборам даже что-то 75 и 25 было, вся весна, по всем группам, стабильным, не знаю. Женщин совсем из бизнеса, что ли, выдавливают или им дают этим заниматься, не знаю, что происходит, но вот такая статистика. А средняя, вот история примерно так, если взять по всем группам. По базовому образованию самое разное, как я, собственно, и говорила, технарии и гуманитарии, вот эти вот по 25% примерно поровну, 18 экономические, но прежде всего за счет нашей программы для руководителей с экономическим и управленческим образованием, те, которые имеют возможность немножко сократить себе программу, поскольку вот те самые базовые дисциплины, они на первом высшем образовании слушали в избытке. Им, может быть, часть дисциплин перезачтена. Ну и вот 32% это, собственно, другое. В другое попадает все. Медицинское. У нас, в общем-то, в каждой группе обязательно должен быть медик. Это тоже мы уже смеемся, что у нас квота на медиков. Группа без медика. Просто, скажите, не можете взять на абиндон, чтобы следил за здоровьем группы. И, кстати, действительно были слушатели, когда преподаватели, в общем, реанимируют. О, их медики помогли. Так, мы теперь дайте вообще чай не следим, чтобы это было. По возрасту их приходится на 35 лет, среднего возраста, правило, 32-33 года. Тоже вполне понятная и объяснимая вещь. К этому возрасту опыт накоплен. То, что учил, либо не очень пригодилось, либо изрядно подзабыто. И как-то уже рутиной много. Что-то хочется. Вот когда приходит вот это вот ощущение, что-то хочется, как говорил классик, то ли семик с фредом, то ли новой конституцией, человек начинает искать для себя что-то. Пойти куда-то учиться, что-то узнать. Понимают, что тренингов уже что-то не очень хватает. Хочется, что-то более системно. И вот, собственно, как раз и начинают искать программы MBA. Коллеги, я не знаю, какую программу вы выберете. Выберете ли вообще программу MBA, выберете ли вы нашу программу MBA. Я в прямом случае желаю вам никогда не разочароваться в вашем выборе. И когда есть такое ощущение, что что-то учиться надо, к чему угодно. Когда ты начинаешь к чему-то другому учиться, получается возможность посмотреть на привычные вещи с какого-то совершенно неожиданного власта, неожиданного поворот, и тогда приходят новые идеи. Поэтому это очень поклоняю, что вы решили учиться. Спасибо вам. По занимаемой должности. Классика. По порядку 60% это менеджмент среднего звена, руководители потребителей компаний. Топ-менеджеры 28-30% это как раз директора небольшого и собственники, кстати сказать, небольшого бизнеса. Генеральные директора, то есть вот те, кто при этом еще очень часто приближается в функционал. Потому что для топ-менеджеров и крупных компаний у нас какие-то программы делись умеет, а то, что другой взгляд, потому что другие задачи стоят. Но в менеджеры попадают те, кто не имеет в постоянном штате, ну, статистику вечно прямая, но, кстати, очень часто руководители проектов. Ну, к мне, кстати, у кого нет, мы все время чем-то коварим. Что дает Эмгей? Вот это, собственно, выдержки, которые получены из наших анкетов выпускников. Каждая группа всегда просит заполнить анкету, которую анализируем. Продвижение по карьерной лестнице, вот это мы уже говорили, да, этим, собственно, идут. Проширение управленческого прогнозора, формирование навыков принятия эффективных управленческих решений, приобретение деловых контактов. Очень часто и на входе можно услышать это в качестве ожидания. Я хочу выстроить карьеру, я хочу получить новые деловые контакты, я хочу структурировать знания, я хочу расширить кругозов и так далее. Но есть еще один бонус, который, как правило, на входе не ждут, это приобретение новых друзей единомышленников. Довольно неожиданная вещь, про нее как-то особо не думают, но если вы сейчас мысленно тянете взглядом круг вашим друзьям, вот те, кого действительно можете назвать друзьями, наверное, вы себя поймаете на мысль, что по большей части либо это школьные, либо институтские друзья. Дальше по жизни с годами все как-то сложнее. Либо конкуренты, либо подчиненные, либо начальники. Ну, иногда складываются хорошие, приятельские, но таких очень дружеских отношений не всегда. Вот здесь слушатели в таком солидном возрасте получают уникальную возможность попасть в студенческую среду, где рядом с тобой учатся люди, которые решают схожие с тобой задачи, при этом они не искрабствуют. При этом они готовы помогать, при этом у них масса других интересов, потому что очевидно, что те, кто развивает свое обучение, свой карьерный рост, это люди, к которым не сидится и все время что-то хочется, поэтому увлечение еще, как правило, масса, и очень часто наши ребята куда-то вместе ездят, встречают, что-то обсуждают. У каждой группы, на самом деле, в своей группе играют, но в общем, при этом продолжают общаться, не только на почве бизнеса и менеджмента. Ну, коллеги...